Акцией против неоднократных актов сожжения священной книги в странах Европы стал вечер Корана в Кизляре. Организовал его муфтият республики при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии и администрации Кизляра. Специально для участия в нем в Дагестан прибыли гости из-за рубежа, известный во всем мусульманском мире проповедник Хабиб Хусейн Ас-Сакав и чтец Корана Ремзии Эр. Подробнее у Айши Тухаевой. Впервые вечер Корана прошел в таком широком масштабе. Посетить его приехали люди из других российских регионов. Всего собралось около 20 тысяч человек. Мероприятие началось с чтения аятов. Ремзии Эр, Хафиз и чтец Корана служат имамом в городе Кёльн. В Кизляр он прибыл специально для участия в масштабной акции. В Кизляр он прибыл специально для участия в масштабной акции. На вечере присутствовали дагестанские богословы и представители местной администрации. Выступающие отмечали важность столь масштабного мероприятия. Тепло благодарили его организаторов. Несмотря на акты вандализма, направленные на то, чтобы внести раздоры в ряды мирового сообщества, духовность мусульман только крепнет. В частности, благодаря таким инициативам. Когда же мы летели на самолёте и уже шли на посадку в Дагестане, я смотрел на дома, как будто они были полны светом, нуром. «О жители Дагестана, что это то, что находится в ваших домах? Какой же это свет, этот нур, который светится из ваших домов?» Потомок пророка Хабиб Хусейна Сакав родился в Джидде. Сейчас живёт и работает в Объединённых Арабских Эмиратах. Но каждый свой приезд в Дагестан он отмечает, что подобного уважения к богословам, к религиозным наукам, праведникам и в целом к религии он не видел нигде. Организаторы признаются, пригласить и организовать приезд гостей такого уровня, как Рэмзи Эр и Хусейна Сакав, было нелегко. «Уже около месяца мы готовились к этому событию, потому что гости зарубежные, которых пригласили очень почётные уважаемые люди, у них тоже с датой получалось не так, когда мы хотели, когда у них хотели. В общем, мы очень долго выбирали именно эту дату и этот день, и ждали, пока визы откроются. И в притык сегодня утром буквально прилетели гости, и мы забрали их с аэропорта. И мероприятия тоже, можно сказать, буквально неделя вокруг стадиона, в городе в целом работали, заказали очень масштабную, огромную сцену. У нас республика не была такого, не нашли, заказали соседние республики. В России неуважение короны является преступлением. Сегодня наше государство, президент страны, все буквально, все поддерживают религиозные ценности, духовные ценности, и нужно это прививать нашему поколению, нужно рассказывать, нужно проводить подобные мероприятия, чтобы люди ощущали духовность. На вечере Корана всем присутствующим раздавали небольшие наборы с фруктами и едой. Все, кто приехал на мероприятие, даже издалека, находились здесь до поздней ночи. Для них звучали проповеди, нашиды, актеры Аварского театра, во главе с режиссером Мухаммадом Дудуевым, подготовили прекрасную постановку с эпизодом из жизни сподвижника Умара, в котором ему открылась красота Корана. Он сказал, О Аллах, укрепи Ислам одним из двух наиболее любимых для Тебя людей, Абуджахлим или же Умарум ибн Аль-Хаттаба. Он так сказал, я туз Аллахом, так сказал. Видите, сколько людей собрано. Этих людей собрал зов сердца, любовь Корану, любовь к Аллаху Тавала Всевышнего. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, Новости ННТ, Кизляр.